Аудиокниги Студия «Ардис» представляет Чарльз Диккенс История семи бедных путников Читает Николай Орловский В строгом смысле слова бедных путников было только шесть. Но я сам также путник, хоть и не столько бедный, сколько праздный, оттого и дошло их число до семи. Это объяснение необходимо, потому что надпись над старинной дверью замысловатой работы гласит Ричард Ватц, Эсквайр Своим завещанием от 22 августа 1579 года основал сию богодельну для шести бедных путников, Которые, если они не проказники, не приказные, Могут здесь получить даром на одну ночь постель, пищу и по четыре пенса каждый. Перед этой дверью я стоял, и эту надпись я читал в старинном городке Рочестере, что в графстве Кентском. Стоял и читал в лучший, самый добрый день года, накануне Рождества. За час перед тем я бродил около Рочестерской соборной церкви, увидел могилу Ричарда Ватца и статую почтенного джентльмена, торчавшую на памятнике этой могилы, и во мне пробудилась непреодолимая охота спросить у сторожа, давая ему наводку, где богодельня, основанная Ричардом Ватцом. Оказалось, что она тут же, поблизости, и таким-то образом я очутился перед надписью и старинную дверью. «Что ж, — думал я, — посматривая на звонок, — я неприказный и, кажется, непроказник. Правда, совесть напомнила мне о двух-трёх хорошеньких личиках, которые не были бы мне в старые годы так милы, если б я был герой суровой добродетели, Голиаф, а не Том Пус в психологическом смысле. Но всё-таки я дошёл до заключения, что я непроказник». После того богодельня почтенного Ричарда Ватца показалась мне в некотором роде собственностью моею, завещанную по равным частям мне и моим сотоварищам. И я отступил на несколько шагов, чтобы окинуть общим взглядом моё наследство. Чисто выбеленный дом с крышей о трёх выступах, срезной старинной дверью длинными узкими окнами в готическом стиле, имел вид почтенный и красивый. Молчаливая верхняя улица в Рочестере богата такими старинными кровлями о многих выступах, с чудной резьбой на фронтончиках и дверях. Есть на ней и хитрая старинная колокольня, высоко поднимающаяся над почерневшую от времени, некрашенную кирпичную церковью, колокольня, с которой даёт свои сигналы хлопотливое время. Да, в старину время пролетало над Рочестером с хлопотливым шумом. Много тут было работы каменщикам при римлянах, при саксонцах, при норманнах, до самых времён короля Иоанна Безземельного, когда угрюмый замок, не берусь сказать, сколько столетий прошло с той поры, был оставлен на произвол дождей и непогод, обезобразивших и сгрызших его мрачные амбразуры и бойницы, так что кажется, будто вороны и галки выклевали ему глаза. Мне очень понравился и дом, завещанный мне, и его местоположение. Я всё ещё продолжал рассматривать его с возрастающим удовольствием, как заметил в одном из решётчатых окон верхнего этажа благоприличную фигуру дамы очень почтенного вида. Окно было растворено, и глаза этой фигуры были вопросительно устремлены на меня. В них так ясно виделся вопрос «Вам, быть может, угодно осмотреть дом?», что я сказал в ответ «Да, если можно». Через минуту низенькая старинная дверь отворилась, и я, нагнувшись, вошёл. «Вот», — сказала дама почтенной наружности, вводя меня в низенькую комнату направо, «здесь путники сидят у камина и готовят себе ужин из провизии, купленной на четыре пенса, им выдаваемой». «Как? Значит, кушание не даётся им даром?», — сказал я. Надпись над входом помнилась мне, и я мысленно повторял. «Получают постель, пищу и четыре пенса». «Для них есть огонь, на котором они могут даром готовить ужин», — возразила очень деликатно почтенная дама, не погрязшая в нищете, сколько я мог заметить. «Кроме того, они здесь находят посуду. Вот на этой доске написаны правила, которыми руководствуется наше учреждение. Путники получают свои четыре пенса по предъявлению билетов, выдаваемых управителем. Без билетов я не могу принимать их в заведение. На эти деньги иной покупает кусок ветчины, другой — пару сельдей, третий фунт картофелю и так далее. Иногда двое или трое делают складчину и готовят себе ужин. Но вообще на четыре пенса не купишь много при нынешней дороговизне припасов». «Совершенная правда», — заметил я, оглядывая комнату и вполне удовлетворяясь ее уютным камином, живописными ее окнами, выходившими на улицу, и балками, перекрещивавшими потолок. «Здесь очень комфортабельно», — сказал я. «Нет, неудобно», — заметила почтенная дама. Я понял эти слова как выражение слишком высоких понятий об удобствах, какими должны бы пользоваться гости Ричарда Ватса. Но комната была так удобна и уютна, что я с восторгом высказал свое несогласие на критическое замечание почтенной дамы. «Почему же?» — сказал я. «Здесь должно быть зимою тепло, а летом прохладно. Здесь, кажется, можно отдохнуть удобно и покойно. Один огонек этого камина, весело сверкающий сквозь окна, может согреть сердце каждого подходящего к дому. Нет, шести бедным путникам здесь должно быть удобно». «Я говорю не о них», — возразила почтенная моя спутница. «Я хотела сказать, что неудобно для меня с дочерью сидеть в этой комнате, когда расположатся здесь путники. Замечание справедливое, но налево от входа была другая, такая же комната. Я пошел смотреть ее». «Это», — объяснила мне почтенная дама, — «столовая для путников». Снаружи я заметил, что верхний этаж со своими шестью окнами должен быть поместительнее нижнего, и, обозрев столовую, я спросил, «А наверху, вероятно, спальни для шести бедных путников?» Моя собеседница покачала головою. «Они спят в двух наружных галереях, которые на заднем фасаде дома», — сказала она. «Там стояли их постели с самого основания богадельни. Но такое помещение путников для меня очень неудобно, потому для них устраивается помещение на заднем дворе». «Но в таком случае они будут совершенно удалены из самого здания богадельни?» — спросил я. «Да, совершенно перемещены из этого здания», — подтвердительно произнесла моя спутница, очень деликатно поглаживая левую свою руку правую. «Это будет гораздо спокойнее для всех и гораздо удобнее». Час назад я был удивлен наступательную аттитюдую каменной фигуры Ричарда Ватца в соборе. А тут подумал, не собирается ли он идти обревизовать свою богадельню. Впрочем, эту мысль я удержал про себя и отправился за своею проводницей по узкой улице в маленькие галереи заднего фасада. Они были очень чистые, и пока я осматривал постели, проводница дала мне понять, что означенное число бедных путников круглый год бывает каждый вечер в полном комплекте, и что порожних постелей никогда не бывает. Рассуждая об этом, мы воротились в столовую, столь необходимую для джентльменского препровождения времени, и почтенная дама указала мне висевшие на стене печатные отчеты богадельни. Из отчетов я увидел, что большая часть земель, завещанных мистером Батцом на содержание богоугодного заведения, состояла в эпоху его смерти из болот, которые с течением времени были осушены, заселены и приносили теперь значительный доход. Увидел также, что около одной тридцатой части дохода, получаемого богадельнию, употреблялась действительно для цели, означавшейся надписью над дверьми. Остальные же двадцать девять частей расходовались экономическим образом на администрацию, расходы по сбору, расходы по приему и прочее. Что всё свидетельствовало о неусыпности, с какой заботились поддерживать учреждения в порядке. Достойным шести очередных джентльменов. Одним словом, я убедился в истине американской поговорки. Добрая устрица кормит половину города. «Открытие не новое для тех, которые знакомы с благотворительными учреждениями нашей матушки Англии». «Позвольте спросить», — сказал я, и смущённое лицо моё просветлело от счастливой мысли. «Можно видеть ваших путников?» «То есть как же это?» «Нет, нельзя», — отвечала она нерешительным голосом. «Я хотел сказать, нельзя ли их видеть, например, нынче?» «То есть как же это?» «Нет, нельзя», — повторила она более твёрдым тоном. «Никогда ещё никто не спрашивал разрешений видеть их, и никто никогда не видел». «Но от меня нелегко отделаться, когда я заберу что-нибудь в голову». «Я просил добрую леди обратить внимание на то, что нынче канун Рождества, что Рождество бывает только раз в целом году, что меня одолевает желание угостить путников ужином и умеренную рождественскую пирушку, что слава разнесла на своих крылах молву о моём искусстве делать уассель. Уассейл. Эль. Варёный с яблоками и сахаром. Что если б не позволено было устроить этот праздник, то я оказался бы человеком рассудительным, скромным и воздержанным, что, одним словом, я умею веселиться, соблюдая приличия, и удерживать других в тех же пределах, хотя не имею ордена бани или подвязки, хотя не состою доминиканцем или членом общества воздержания». Доводы эти к полному моему удовольствию восторжествовали. Леди согласилась, чтобы в девять часов вечера индюшка и блюда Ростбефа были поданы на стол, и чтобы я, недостойный исполнитель воли мистера Ричарда Ватца, угостил рождественским пиром шесть бедных путников. Я возвратился в гостиницу, где жил, сделал нужное распоряжение относительно индюшки и Ростбефа и до самого вечера был совершенно занят мыслью о бедных путниках. Когда порыв ветра свистел за окном, день был холоден, то проносились тучи с мокрым снегом, то вдруг разносила их буря, как будто год судорожно трепетал в агонии. Я воображал себе, как эти путники с разных сторон, по холоду, грязи и дождю, приближаются к покойному ночлегу и наслаждался мыслью о том, какой приятный сюрприз найдут они в этом приюте. Я старался отгадать фигуру и личность каждого из них и для возвышения эффекта вдавался даже в некоторые преувеличения. Я делал путников утомленными, больными, заставлял их изнемогать под тяжелыми ношами, останавливаться перед каждым помильным камнем или столбом и, уныло опираясь на палки, разглядывать цифру, сбиваться с дороги и с ужасом думать о том, что дорогу уже не найдут они во всю ночь и замерзнут. Наконец, я взял шляпу и вошел на вершину холма, где стоит старый замок, смотрел на пустую дорогу, по катостью спускающуюся к реке Медуэ, и мне казалось, будто вдалеке я вижу моих путников. Когда стемнело и соборные часы, уже исчезнувшие из виду с верхними этажами колокольни, которые перед закатом солнца вся оделась морозным инеем, пробили пять, потом шесть, потом семь, я был так занят своими путниками, что едва не забыл собственного обеда и, сидя у камина, все поджидал их прибытия. «Ну вот», — думал я, — «они пришли, получили от управителя билеты, впущены в богадельню». Тут мое удовольствие было нарушено мыслью, что несколько путников, вероятно, опоздали и получили отказ, потому что все шесть номеров уже розданы. Соборные часы пробили восемь, и в окно моей спальни, смотревшее во двор прямо на огонь, пылавший в кухне и заревом своим освещавший часть массивной стены замка, в окно моей спальни донёсся усладительный запах индюшки и ростбифа. Пора готовить уассель. Я собрал ингредиенты этого напитка. Какие именно ингредиенты я присоединяю к элю, яблокам и сахару, в каких пропорциях и комбинациях беру все эти материалы, «Моя тайна», который не выдам читателю, потому что это единственная тайна, которую я умею сохранять. И составил удивительный нектар. Не в миске, потому что миска — пагубный предрассудок, грозящий тем, что драгоценность остынет и потеряет букет. Нет, в чёрном фаянсовом кувшине, который при наполнении тотчас же был любовно закутан толстой скатертью. В девять часов без четверти я направился в богадельню, собственноручно неся милое создание моего искусства. Я не мог вверить трактирному прислужнику Бену бесценного сокровища. Есть в человеческом сердце струны, до которых не должна касаться чуждая рука. И в моём сердце эти струны — сосуды с уасселем, который сделан мною.